здравствуйте дорогие друзья с вами как всегда если мы продолжаем прохождение диска лизиума возможно наконец сейчас это не факт мы доберемся до мадам ничего нового нет ладно хотя насчет криптида помните мы там нет ничего нет к сожалению мы поговорили со старевщиком с антиквариум практически ладно поговорили с тем типом магазин насчет криптидов помните и как бы оба так кровь да какая-то я чтоб не было мне кажется кто там отвечает женский голос и за двери он звучит поглушенно усталый выверенный полиция мы хотели бы войти поднимаетесь не заперто кричит она и прибавляет сошел волосы голос дано истатку это сверху прежде чем подняться можно пошурудить тут по углам ну я как бы это и сделаю по углам пошуруди расчет стоимости пребывания в отеле похоже основе вас тут надолго и кает что за коробочек горе грязной одежды одежды женской бутылки бутылки от хорошо я думаю что я не нужны бутылки а мы как этот как дворник мусорщик заберемся оба шкафчик оптичный шкафчик оптичный шкафчик набит до упаковки таблеток лежат горами еще там стоит зубная щетка посмотреть на зубную щетку использована многократно посмотреть на таблетки множество разных средств блистеров и флаконы с разными лекарствами аспирин парацетамол глазные капли антикоагулянты солидная коллекция что-нибудь примечательное тихо спрашивает он изучить флаконы готовясь залезая шкафчик рукой флаконы стучат как кости парацетамол гистоперидол что-то подписано на неизвестном иностранном языке за ними назальный спрей необычайной формы этикетка накра накра раньше им купировали передозировку опии опиоидами полезно иметь под рукой накра шептать накра опиодный антагонист любопытно его используют при передозировке диаморфином лейтенант кивает и смотрит на дверь так изучить блистеры промеж красных импортных то ли миссийских то ли гетвальдских блистеров ты находишь а что собственно тут бездна и никуда ну электрохимия ничего особенного чем дальше лазишь тем загадочнее становится лекарство без понятия как работаю тут все остальное блин но это нечестно абсолютно несчестно абсолютно мне так кажется у нас было столько шансов столько шансов но мы не будем перезагружаться внизу во дворе на сосне висит труд блин обидно что конечно вот это проверка тупо не сработало хотя шанс был отличный анча страшно мы так нашли а опиоидный какой-то там пройдя противоопиоидное средство теперь можем немножко продавить на него типа наркоманка проститутка то не ядко может и сама ему там еще прикрутила кровать заправлена в спешке то есть я просто зашел сюда новая новая территория как-то загрузка прям только что было еще одно ли там я не было а может и было а машине было запах сигаретного дыма астры с ментолом пойду ка я назад дверь на засуне небольшая тяжелая дверь замка на ней не видно куда она ведет не знаю альтенант что-то записывает свой блокнот думаешь это важно не знаю чем дальше мы продвигаемся тем больше мне кажется что это здание имеет отношение к делу бигеланты трупы он кивает в сторону женщины некоторые личности связанные с делом находятся либо в самом здании либо рядом с ним это дверь часть здания она не может быть не важно так может то дверь внизу это действительно мега расследование они от это попрыженное мини расследование он делает вид что записывает что-то свой блокнот толкнуть я заперта изнутри на за софту слышишь как он гремит дверь похоже тяжелая и очень прочная грубая сила но у меня нет грубой силы пока что поэтому пообщаемся с мадам но чуть позже мы откладываем эту встречу просто о горсть высушенных белых цветов когда ты смотришь на цветы пары ветра подхватывает их с крыши и поднимает воздух но 83 процента если нет то я перезагружаюсь нафиг или удалось схватить один единственный белый цветок остальные носят ветер это ландыш девушка бросает береговый взгляд на ландыш у тебя в руке и затягивается один от коротко и добрительно кивает ландыш это круто наверно ты которая ты подхватила один из букетов ландыша обнаруженных на крыши кофейные тебя кармане они быстро теряют лепестки а если я их место монтировки одену или пакета против взаимодействия те же могу взаимодействовать шесть рассыпающих цветков лежат в твои ладони они белые формы напирают колокольчик что это ким это острова лиска лилия лейтенант управляет очки время революцию называли майским колокольчиком или слезами люсей девушки прикалывать цветы к одежды солдат управляющихся убой это весенний цветок на него еще рановато не так ли это цветок расцветает ранее весной да но не настолько рано насколько мне известно он осматривает цветок вы будто его засушили чтобы сохранить и кто их прикалывал какая из сторон революционеры коммунары и анархисты белый был их цветом эта традиция берет свое начало в армии сюзерена то что для людей короля она тоже имела значение это имело отношение старее к мальчикам и девочкам чем к странам девочки отправили мальчиков на смерть и умирали сами среди руина дизентерии туберкулеза это символ гражданской войны он случайно оказался на крыше может да может нет лейтенант что-то записывает блокнот увидим понятно брат цветок обратно в на ощупь лебедские сухие и хрупкие окай я могу даже с кружкой тогда вот так взаимодействовать а нет уже мы это делали мы тоже делали нам ты мы уже делали а книжку читать не хочу нас время прибежит кстати на счет мысли о том еще не изучилась осталось 4 минуты блин а если 4 минуты осталось может не так и плохо пойти 4 минуты подождать что там она дает минус к чему но любом случае надо в чему-то минус 2 чему бы не давала минус это плохо логично я думаю что дату быть то нечего она получается надо получается брать не еще 4 минуты мы просто можем конечно про про проторчать тут не начиная с не разговоров по идее а важно ли это вообще визуальный анализ ну в принципе но я подожду наверно эти четыре минуты более они должны прилететь достаточно быстро большому счету можно почитать книгу но пролетят часы а нам часы не нужны нам нужны минут и как назло эти минутки нифига не летят то есть когда мне надо они пролетают просто со скоростью света такой еще и что минуты летят только во время разговора или осмотра каких-то предметов когда мы просто стоим и ни черта не делаем короче минуты не летят ладно одни кофе и пепельница похоже на ежа из-за большого количества окурков добро пожаловать на крышу в одной руке у женщины сигареты в другой чашка кофе волосы и волосы ей еще влажны и после душа под серебристым комбинезоном скрывается молодое спортивное тело высокая стройная прошу прощения за беспорядок внизу уборщица не появлялась уже несколько дней интересно придет ли она вообще отличный вид у вас тут открывается отличный она не знаю детектив она смотрит на север во двор где до сих пор висит на дереве гниющий труп покрытый зелеными и фиолетовыми пятнами уборщица нравится мне она тоже нужно продолжить ну конечно а номер один по всему отелю ходят легенды говорят там открылся портал в ад диска инфернум она кивает подтверждает твои слова а еще говорят что уборщица ушла именно из-за этого из-за инфернума меня зовут ким куцураги вступает разговор лейтенант я детектив из 57 участка полагаю вы уже знакомы с моим коллегой из 41 еще бы это же самый ярый фанат а стендер с ос о короче которого я когда-либо встречала а я видала нескольких так у нас социал коммунический мазовизм разработался идет озарение вот нужно сначала с ней поговорить куда добавлять она все хуже жизнь все хуже жизнь но я держусь и ты держись припев сингла 35 гугла оглушительный рупер всего человечества напевает на тебе блин навевает на тебя настроение да пошло оно все нахрен под действием которого хорошо выйти на утреннюю прогулку вбивая старушек и на своем пути как ты думаешь сколько мы еще продеремся под давлением этих улучшений на самом моем счету определенная еще осталось пара неплохих лет она опускает взгляд на свое тело под блестящим серебряным комбинезоном мы расследуем убийство человека которого повесили он смотрит вниз во двор ответственные за эти люди попросили нас поговорить с вами понятно она меланхолично затягивается своей сигаретой с менталом действуй осторожно спроси сначала о чем-нибудь другом а когда дойдешь до дела используя фразы типа говорят у вас были какие-то неприятности зовите свое имя мисс это для протокола као сьи аманду тоже имя что назвал тебе тит вроде бы аранская как и ее акцент ее родимые пятна тоже говорят об аранском происхождении неизвестно почему но аранские девушки часто усыпаны ими словно веснушками вы заранее так точно фредерфорд республика ранее полагаю меня можно назвать аранской экспаткой что такое ранее дурное воспоминание дедыктив дурное воспонимание о чем о сирене и молниях она прищуривается словно надеюсь увидеть их вдали о парках стекле дюрале фредфорд город конференции там всегда осень и ночь по крайней мере для меня что там такого дурного ничего когда меня там нет логично сколько вам лет 28 она затягивается сигаретами чем вы занимаетесь кто вы по профессии всякими глупостями и какими же аранской литрой аранской литрой аранской литературой это тоже это то чему меня учили в университете она поднимает брови о чем пишут аранские писатели но страхи неудачи страхи смерти о том как фигово быть арансом об этом пишут все писатели различия только в национальности если ты так и вашу иска литература просто создана для тебя это точно аранская литра что именно вы с ней делаете да ничего ничего я с ней не делаю как скажете не будем надавливать а можно взглянуть на ваш паспорт боюсь что не детектив а почему потому что я запечатала его в полиэтиленовый пакет и спрятала в одном секретном месте на побережье вместе с деньгами авиабилетами спасибо за честный ответ но зачем вы это сделали так написано брошюр для туристов путешествующих по западному побережью не держите при себе документы абсолютно уверен что по законам имею право потребует чтобы показали паспорт не не хочу блин откуда мне знать что вы назвали свое настоящее имя если бы я хотел вас обмануть я бы придумал какой-нибудь более распространенное имя чем классе аманду это странное имя миссия мне кажется устаю не лгут ну что ж ладно или блин все таки паспорт поддания зачем я не хочу на нее давить иначе она закроется не расскажут про изнасилование ладненько наливает себе еще кофе если ты разговор из застал ее не рачить этого совершено незаметно ни по выражению лица не по движениям спасибо на этом для протокола все для протокола звучит так официально неплохой у вас номер ага делюкс давайте сначала к другим вопросам ладно она мелко нечка затягивает свои сигареты перейдем смотрит свое отражение окне спальни высокая блестящая крут на сигаретом дым хотя если я перейду я не знаю просто как это все скажется то есть я сейчас начну насчет лекарстве гнать она может с одной стороны сломаться с другой стороны типа наоборот рассказать все то есть ну хрен его знает закрыться сломаться и хотел бы еще раз поговорить о вашем номере ладно что вы здесь делаете в танцах в трепье зимую как давно вы здесь живете она считает около четырех месяцев приехала в ноябре а почему именно здесь здесь танцах в мартинезе или в ревашоле здесь танцах потому что это самое фанковое здание в мартинезе и потому что все прочие здания разбомбили вы собрали неплохую коллекцию лекарств которые отпускаются только по рецепту спасибо чтобы ее собрать пришлось потратить много времени и проложить серьезные усилия отмечает она без тени иронии технические законы ревашоли не запрещают хранить наркотики но ты все равно должен сделать и выговор довольно впечатляющая коллекция как вам удалось скопить так много с помощью денег она затягивается мне конечно еще далековато до сокровищницы антизвезды которую я надеюсь рано или поздно собрать но я на верном пути антизвезда является или являлся висперской звездой рок-н-ролла имеющий пристрастие к наркотиков он употреблял их в таких огромных количествах что в конечном итоге трансформировался в труп ваша коллекция есть накра опиодные антагонист может пригодится на тот случай если принял слишком много опиоидов сами часто такое случается он говорит это безо всякой угрозы ему действительно любопытно осторожность лишней не бывает она затягивается сигареты и улыбается когда по этому вопросу у меня все очень очень фан по фанковски она затягивается глядя тебя прямо в глаза куда идет эта дверь показать на дверь на крыше понятия не имею детектив она спокойно смотрит на дверь надо в принципе откуда я знаю хотя если она живет у четыре месяца возможно она знает с другой стороны и пофиг на эту дверь какая разница нам сказали что у вас были какие-то неприятности неприятности она приподнимает бровь но у меня было море всяких неприятностей что именно вы имеете ввиду а вы подвергались насильственным действиям сексуального характера насильственным действиям сексуального характера вы иметь ввиду изнасилование она быстро затягивается сигареты сохраняя невозмутимость да вам не кажется что раннее утро не очень подходит от таких серьезных тем как изнасилование вообще-то уже день правда она прищуривается озирается высоко в небе светит весеннее солнце внизу ходят люди действительно день она смотрит свой кофе как время летит так подвергались она медлит будто считая что не подвергалась не хочу говорить об этом не хочу говорить про него всякие гадости про него она имеет ввиду жертву скажите им что я не такая если они хотят более весомых обвинений им придется найти кого-нибудь более она пытается подобрать слова и находит и пожимает плечами подходящего на роль жертвы насилия они она имеет ввиду парни харды хотите сказать вас попросили сказать нам что вы стали жертвой насилия напрямую меня никто не просил но я поняла чего не от меня хотят подумаешь немного подлить масла в огонь добавить что-нибудь приносили желательно сексуально разумеется последняя добавила пикантности ты-то просил вас приукрасить рассказ для нас тип того а нажимает чашку в ладонях греет руки уверенность что вас никто не насиловал на 89 процентов то есть на один из процентов вы не уверена но вы же знаете как это бывает знаешь знаю она легонько стрекивает пепел может и не знаете пепел попадает ей на одежду она смахивает его серебристая чешуя комбинезона множество дырочек прожженные горячим пеплом вблизи хорошо видно чтобы подвести итог будем считать что я со средней степени уверенности склоняюсь к тому что меня не насиловали похоже с вами что-то произошло но вы отказываетесь это признавать дык тих позвольте прояснить ситуация меня никто не на силу а наклоняет голову в бок если бы это случилось думать я была бы в такой беспечной как сейчас чем же вы жертвой тогда занимались мы отжигали погодите-ка отжигали где-то я это уже слышал да тут кругом все отжигают от тита он так говорил про свои отношения к ней вот где ты это слышал ха 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 так может быть титая как раз и это и и это и попользовал как как бы а сваливает на того на кого уже как бы все равно каким образом показать на свое опухшее лицо тип как я при всем уважении я думаю что мы отжигали пожестче никто не ожигает жестче чем я я вас умоляю вам 50 вы все еще живы я знал людей которые так отжигали что не дожили до 14 она умолкает и быстро затягивается сигаретой чего на вашем уровне никто не делает так это не жмет на повтор это у вас не отнять и может не крушить все в своем номере чем вы занимались когда отжигали мы пили она отклёпывает кофе из чашки много ни одну неделю так уж мудра друг на друга действовали заставляли напиваться еще сильнее этим он мне не нравился что еще стимуляторы спиды тоже оказывают такое воздействие заставляют напитываться сильнее и чем больше напиваешься тем больше хочется спидов то есть сочетание еще был секс вы были любовниками полагаю можно и так сказать какой-то мере любовники такое эмоциональное слово но между нами что-то было после какого-то такого-то количество наркотиков как вы познакомились прошло это динам тихим спокойным голосом внизу она постукивает покрышки с покрыши своими вести сантиметровым каблуком в баре он был на какое-то задание военной как и вы уже наверное знаете с таким крутым и страшным шрамом когда это было месяц назад около того должно быть вам тяжко ты показываешь во двор постоянно видеть его там куда говко отвечают она где его только не вижу с крыши зак на ванны вас на она сглочи соглашается и больно ты смотришь на лейтенанта он делает небольшой шаг чтобы подойти поближе это вы нам позвонили в ргм да в яблочко я думаю что нужно промолчать это я звонила кивает она и я буду благодарна если вы сохраните это в мартинезе таких как я называют стукачами мы гарантируем кондифициальность любого сообщения о преступлении в ревошоле прежде чем мы продолжим скажите если такое могут назвать стукачом почему вы это сделали потому что я больше не могла она затягивается голос становится хриплым от отращения никто не позвонил он все висел и висела потом они еще начали раздевать его заняющий попытался изменить свой голос я бы не сказала что пыталась изменить его просто приглушила микрофон и добавила немного помех на телефонной линии чихнула провод чикнула чикнула кусачками для ногтей и добавила радиошума через линию без напряжения то есть она есть от таистный хулиган что обрезал гарту телефонную линию и заодно повредили телефонную линию внизу серьезно она смотрит на свой кофе я не хотела я понятия не имела что делаю а вот и очередной кусочек головоломки хорошо молодец я люблю когда все становится по местам однако она умно придумала так просто элегантно спутала провода похоже вы все-таки знали что делаете очень находчиво спасибо она выдавливает из себя улыбку интересная мадам да таинственно интересная загадочная она сейчас как мелкая девчушка которую ты хвалишь за мастерский починенный велосипед но зачем все эти сложности не знаю это было глупо и еще я была пьяна возможно я боялась что профсоюз прослушивает линию местные говорят они ведут прослушку спасибо что позвонили вы правильно поступили я не хотела и он все еще висит там она отворачивается мой сегодня же отправим тело в морг не переживайте что вы можете про него рассказать имя цвет глаз возраст простите я не могу об этом говорить произносит она затягивая сигарета не сейчас может позже я постоянно вижу его как сейчас цвет волос и прочие подобные вещи я пока не могу об этом она снова затягивается еще более мягко понимаю это тяжело можем вернуться к другому к этому вопросу позже она имела ввиду что вид его во сне я тоже видела его во сне правда полагаю ваш сон сильно отличался от моего она докирует сигарету самое время закурить новую каким вы его видите лучше вам этого не знать она заглядывает в пачку светло зеленую и достает сигарету я вижу его будто это я она погружает сигарету в пламя зажигалки и вдыхает затем обращая взгляд на тебя ее легкие заполнены дымом да есть некоторое сходство она вздыхает через нос воздух пахнет ментолом забавно тихо произносит лейтенант и что ж забавно ничего он кивает сторону двора я тоже увидел мы долго осмотрю ли тело а такие вещи запоминаются давайте перейдем к другим вопросам за что же они его повесили если он не насильник он умел какие-то отношения к забастовке то что началось еще когда я приехала не то время не то место она задумывается но вам вероятно об этом уже все известно а его роль в этой забастовке в чем она заключалась полагаю он был вроде кем-то вроде охраны он бывший военный работал на white paint против профсоюза мы мало говорили о делах если вы понимаете о чем я но я знала у него опасная работа и за это они его повесили она кивает как вы познакомились с парнями харди они часто бывают здесь внизу она разглядывает пол под ногами просмоленный у них есть отдельный зал для членов профсоюза возможно они и сейчас там так как вы познакомились за бокальчиком это была длинная скучная зима вы зажигали вместе ну да было тело так же как с погибшим нет не так жестко простите что спрашиваю об этом но вы вступили в физическую связь с кем-нибудь из парней харди вступала с которым из них с которыми я точно не помню ну с титом само собой ну как я уже говорила зима была долгой спасибо что поделились с нами всей этой информацией из ее рта вырывается серебряное облачко серебристое облачко выдох облегчение усталости в воздухе на крыше ощущается влага офицер вы хотите отправиться вниз прямо сейчас лейтенант смотрит на тебя возможно мы здесь еще все не все обсудили у меня есть еще один вопрос пока мы здесь маленький она кивает проглатывает серебристый дым сигареты легендарно но это точно не пройдет конечно сила воли посмотреть ей в глаза что это за полевой цветок показать ей цветок она рассматривает высушенные лепестки лежащие на твоей ладони а затем касается одного из них ногтем длинные острые словно кинжал белый клак облезает лепесток крошится при первом же прикрасновении красивый похоже на высушенный ландыш это тот что вы поймали в стиле самбо что такое самбо боевое искусство она приподнимает бровь разве нет? самарийский бокс или самбо очень изящное боевое искусство в стиле самбо означает что ты сделал что-то ловко и круто да, что он здесь сделал? что делал этот цветок на крыше? не знаю дедактив, может ветром принесло она оглядывается и время замедляется а с треугольной формой лица складываются в усталую улыбку не бойся, мы защитим тебя от ее красоты мы будем направлять тебя сквозь рифы и проливы ее личности пронзит наш взор покров обмана мессер, будь мудр и защищен ты получил ответ на длинных белых костях есть мускулы, которые скрепляют ее конечности и все это под серебристым комбинезоном что происходит? ничего, обычный ход времени, не переживай ты не дурак сомневаюсь, если бы произошло что-нибудь необычное, мы бы тебе сказали воздух проходит по твоим дыхательным путям сердце бьется, ты детектив так, возвращайся же к работе меня что, пытаются очаровать? она прижимает локти к талии и медленно поворачивает голову волосы спадают ей на плечи, издавая тихий дворзычимый шорох отвести взгляд странный момент проходит, он был краток, не дольше двух и двух секунды давайте поговорим подробнее о так называемом домогательстве ну ладно, тут ничего, да, вернемся к этому вопросу позже почему бы, нет, я здесь до двадцати трех скоро и всего буду пить кофе двадцати трех, блин, мы завершено, это хорошо социал-экономический мазовизм ноль процента коммунизма построено злобные миллиардеры, пожирающие детей до сих пор правят миром с паскудной ухмылкой на сытых рожах всего, чего он добился, испортил себе настроение а начинает призревать, что Карл крас-смазов в своей социал-экономической теории обманул его лично тем не менее, вся эта история превратила его в очень сообразительного малого в чем-то вроде университетского образования в области истины вместо коммунизма он теперь строит точную модель этого абсурдного этого личного мира минус один визуально и минус один авторитет супер просто я зря это улучил, надо будет нахрен забыть это как будто этого вообще не было просто как будто этого не было никогда Кажется, нам есть что обсудить с так называемыми парнями Харди, тихо говорит он их логика только что наполовину вылетела в трубу думаешь, после этого они более охотно пойдут на сотрудничество? уважение к РГМ им это не прибавит однако зарвил тот спектакль, что они для нас приготовили мы только что стали на шаг ближе к истине, какой бы она ни была ее решение не поддерживать придуманную ими историю явно не входило в их планы почему она вообще это вообще рассказала? а что ее еще оставалось сделать, врать? она видела что ее ложь не останется незамеченной не уверен что ей нужно было врать я бы все равно не понял, говорит ли она правду — Едва… Едва ли ты не распознал бы ложь, — говорит Миким, да? — Если бы мы… Если бы вы не распознали ложь, это сделал бы я. Мудрый ход с её стороны. — Здесь что-то не так. Вы так думаете? Тень прибегает по его лицу. Мне казалось, она говорит откровенно. Подозрительно откровенно. Открытость в одних вопросах — лучший способ обойти вниманием другие. Искусные обманщики всегда говорят открыто. Как будто ни было, нам следует продолжить расследование. Подозреваю, оно довольно скоро снова приведёт нас сюда. — Я в этом тоже подозреваю её. Да, ладно. Но эту дверь я не открою, в любом случае. Понятно? Грубая сила, выбить. Регка, правда, белая. Можно, знаете, что сделать? Блин, сейчас, секундочку. Ну так, ради прикола. У нас есть там что-то одеть, на грубую силу вроде было. Во. Вот так вот, на грубую силу. Да, перчатки, электрохимия, не перчатки, не перчатки, не перчатки. Это не то. 3% шанс стал ещё меньше, что ли? Я не понял. С какого буду на он стал ещё меньше? Если грубая сила, плюс 3-5. Тут вообще очень странно. Ну, как говорится, ладно. А, нет, такой же шанс. Ок. Ну, понятно, что ничего не получится. Мы сейчас сдохнем, да? Не сдохли. Я думал, что у нас жизнь-ка одна отымется. И всё. И кранты бедного лейтенанту коцераги одному без нас. Ты пинаешь дверь с энтузиазмом, с непридоримым желанием попасть внутрь. Однако, та не отдаёт должного уважения твоей силе. Только и слышно, как засов грохочет смеясь над тобой. Ну да, нам нужно, к сожалению, лечиться. Да, женщина с одобрением кивает. Давайте тут всё разрушим. А давайте не будем. Ну, давайте не будем всё разрушать. Жалко, что дверь нельзя сломать. Конечно, было своей супер-грубой силой вышибанием наги. Тут дверь-то мы вышибли. С криком, сука, больно. А это вот, видите, не вышибли. Ну, ладно, бывает. Что поделаешь. Внутри на оконном стекле не видно ни царапины, чего не скажется в синем окне. Свет настольной лампы отражается от стекла чистым золотым нимбом. Рысти пальцем по поверхности стекла. Гладкая, как лёд. Снаружи видны пятна грязи и капли дождя. Даже разводы. Однако изнутри поверхность стекла чистая. Ни мелких царапин, ни сколов. Глядя на тебя, Летинан тоже наклоняется поближе, чтобы рассмотреть поверхность стекла. Стекло недавно заменили. Да, похоже на то. Он поправляет очки. Текло недавно заменили. Что это может значить для нас? Вот в чём вопрос. Сложно всё, но на самом деле интересно. Замешаны все. Всех арестовать нахрен просто надо, да и всё. Дайте мне миниганы, мы всех арестуем. И роту армейского какого-нибудь подразделения, и ревашульского. И это будет изи. А если мы хозяину расскажем, кто телефонную линию перерезал, он так ради прикола, он нам не даст немножко деньжат или... Ну там недельку проживания. Классия, третий номер, это она отщикнула телефонную линию. Зачем он обрывает себя? Нет, в жопу, не хочу знать. Не хочу знать, почему все эти уроды делают то, что не делают. Я думаю, что у меня хоть один приличный гость в здании. Есть Лена. Лена хороший клиент. Ага, но она не гость, так ведь. Что? Встревает старушка. Кто-то меня позвал? Просто помянули добрым словом. Оказывается, телефонную линию чекнула гостья из третьего номера. Все хорошо, кричит, но потом оборачивается к себе. Кстати, она все оплачивает в срок. Я просто перешлю и ищу. Ты делал с концом что-нибудь еще? Только пять опыта? Ну, в общем, загадка раскрыта. Не люблю недоработки. И я. Так что, ну, спасибо, что сказали. К счастью, она все оплачивает срок. Да блин, я хочу, чтобы ты мне дал какую-нибудь скидку. Ага, готов поспорить. Ты не хотел, чтобы это казалась она. Вы на что намекаете? Иди говорите вы в жопу. Она не в моем вкусе. К счастью, она все оплачивает срок. Блин, за пять опыта бы обуздали, а? Ну, вообще жесть, конечно. За пять опыта бы я и не сдал. Я думал, там дадут хотя бы поспать денек лишний. А видите, как они? Собаки. Сутубые. Ты девица Харди? Нет, сухо, отвечает она. А могла бы быть, лис. Ты бы кем угодно могла быть, даже моделью. Даже лицо ее каменеет. Глен, у меня есть диплом. Я юрист. Он прав. С таким лицом он и прекрасно вписалась бы на обложку «Ля Добитана Интерасьюаль». Знаешь, он ведь прав. Ты очень симпатичная. Лед в ее глазах красноречивый любых слов. Она не находит это забавным. Она не может быть девицей Харди. Нет, очевидно, нет. Ну ладно. Идем к Харди. А клоны еще не разбегутся. Что теперь? Класс Е утверждает, что ее не насиловали. Е-просто ты. Глаза и вены громилы впучиваются. Знал же, что нельзя верить этой шлюхе. Для протокола с нажимом говорит она. Тит Харди не давал эксплиционной оценки жертвы, как шлюхи. И ничего не говорил о доверии ей. Ой, завали, не лезь, лис. Он снова поворачивается к тебе. Он ее изнасиловал. Он был вообще отъехавший. Ты это представить даже не можешь. Она просто ушла. В отрицание, сволочь ты. Ты не понимаешь, она пережила травматический опыт. Закрылась и не верит тебе. Да она же вообще чокнутая. Осторожно прибавляют мужчины с красивым лицом. Долбанутая стерва. Сам знаешь, такой типаж. У нее вообще, блин, тараканы в башке. Это попытка тебя отвлечь. Не сбивайся с курса. Давайте без этой херни. Она рассказала мне правду. Законник. Шипит он сквозь сжатые зубы. Ты меня что, не доводи. Я тебе сказал, не давить на нее. А ты пошел и надавил. В нем что-то ломается. Он делает шаг вперед и прибавляет. Я тебя и... Ударю, прыгнись. Тит Харди! Голос ее извинит, как предупредительный выстрел. Эврар лично послал меня с этим разобраться. Если мы не разрулим это дело, дерьма глотнут все. Но тебя, Тит Харди, вообще роют. Я понятно выражаюсь? Когда она злится, то с нажимом произносит «С». От этого ее голос звучит почти гипнотично. Губы при этом едва двигаются. И жутко в это, если честно. Кто-то должен поддать голос и снять напряжение старпом. Слушай, начальник! Турованный мужчина щелкает пальцами, привлекая твое внимание. Мы точно знаем, что этот мертвый скот насильник у убийцы. У нас есть запись признания. Покажи ему, Тит. Он поворачивается к Титу. Тут все еще тяжело дышит, не навредит же, а? О, козлина! Он со стухом выкладывает на стол аудиокассету. Ты эту срань послушай, а потом вернись и скажи мне, что этот солдат апокалица невинная овечка. Это запись. Их последний козырь. Легенда их развалилась. Может и есть смысл послушать пленку, но на данном этапе уже не обязательно. Откуда у вас запись? Думаешь, мы слепоглухими в это дерьмо лезем? Не только ЭГМ умеют вешать жучки. В университете этому не учат. То есть вы повесили на них жучки и как? У нас есть техника, он кивает. Мы занимаемся логистикой. Как, по-твоему, функционирует гавань? Там продвинутое всё. Мы поняли. Вы прослушивали их разговоры. Он делает пометку. Как долго? Начали задолго до того, как и главный заболтался. На дереве, в смысле. Хе-хе-хе. Как заболтался, всё приутехло. И кто из вас занимается продвинутой радиотехникой? Не продвинутая она, сипит крупный мужчина. Просто торчишь целый день в крошечной комнатушке и запиши все их слова. Да уж, ну там жесть. Не будь себе так строг, Ангус. Это важное дело. Глава группы снова берёт пиво и молча солитует Ангусу. Да, брат, ты же радиогений. Там прям умные такие заметки, индексы всякие и так далее. И что на этой плёнке? Что на плёнке? Мы зовём лучшие хиты авиастрелка. Как послушаешь, сам поймёшь почему. Где мы её послушать? Уверен, мы сможем найти проигрыватель, шепчет лейтенант. Где мы её по-послушать? Предразнивает он. Как насчёт жопы себе запихни, гений? Ага, очком проиграй, хреносос. Голос его отражается от стен небольшого зала громогласным эхом. Уверен, мы и сумеем найти проигрыватель, это не проблема, спокойно и негромко повторяет он. У тебя в номере был проигрыватель, но он, наверное, полумен. «А что мне до этой вашей записи? Вы мне наврали». «Что тебе дело до улик?» Он дергает глазом. «Ты что за коп такой?» «Мусоратит. Им нет дела до правды, только до обвинения, а идут в себе учёт обвинения на сраных досках». «У меня так и на такой доске не будет! Если не послушаешь запись, говорит нам с тобой не о чем». «Вопросов очень много. Если задать их сейчас, они продолжат ссылаться на запись». «Послушай её, и тогда им станет нечем прикрыться». «Пока достаточно, вернусь к расследованию». «Плёнку не забудь, законник. Он подталкивает тебе кружочную кассету, здоровенный ручищий». «Комплимент от Тита Харди». «Ладно, послушаю». «Давай, давай!» Он выправляет пряжку пояса. «И оставь её себе на память, может однажды пригодится напоминание о том, какими уродами бывают люди». «А у меня ещё есть пара... Нет, это там ничего нет, ну ладно. Пойду послушаю запись. Я пойду». «Взаимодействовать... Запись. Магнитная плёнка получена от Тита Харди. Предположительно, на ней записаны дешифрованные переговоры о перегруппе наёмников. Ничего хорошего не предвещает, чтобы прослушать её, нужен магнитофон». «Интересно, интересно. Ну, можно у себя магнитофон поискать, а можно у неё, да?» «А тут же будет следующая серия. А пока что, Гомиша, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Айс, и всем пока-пока!»